Вот все говорят, что зачем делать заводы, давайте будем заниматься сортировкой, давайте будем заниматься вторичной обработкой отходов и так далее, и так далее. И мы с этим согласны, мы абсолютно точно говорим, что этим нужно заниматься, более того, программа «Чистая страна» федеральная, собственно, об этом и говорит. Вот здесь представлена, ну, графически, так скажем, некая схема или некая иерархия обращения с отходами, и мы, как мусоросжигательный завод, являемся только лишь финальной, заключительной стадией этой большой программы. А на первом этапе этой программы, безусловно, раздельный сбор мусора. Это вот те самые разноцветные контейнеры, которые должны быть установлены во всех домохозяйствах, и уже от нас с вами, от людей, которые будут выкидывать отходы в эти контейнеры, будет зависеть от того, насколько эта программа будет эффективно работать. Если каждый из нас будет сортировать эти отходы и выкидывать, выбрасывать по разноцветным ящикам, значит, программа будет эффективна. Если мы будем смотреть на эти ящики и выкидывать, тем не менее, все в один, тогда она будет работать неэффективно. Поэтому вот все те, кто об этом говорит, и все те, скажем так, противники всей этой реформы, в общем-то, наверное, они и первые не собираются выкидывать отходы, исходя из раздельного сбора. Но, тем не менее, значит, пилотные программы уже идут, вот в частности, в Московской области, в двух регионах. В прошлом году эта пилотная программа оказала очень хорошие результаты, и в этом году принято решение этот пилот распространить на все регионы Московской области. Следующий очень важный элемент этой большой программы – это, соответственно, сортировка мусора. Будут выбираться региональные операторы, так называемые, и в Татарстане, и в Московской области. И эти региональные операторы будут возводить так называемые сортировочные комплексы, сортировочные станции, задача которых будет как раз-таки осуществить сортировку того мусора, который очень аккуратно нами с вами собран в разноцветные контейнеры. И вот тот мусор, который возможно будет отправить на вторичную переработку, с этих сортировочных станций он, соответственно, будет отправляться туда. А тот мусор, который невозможно отправить на вторичную переработку, он будет отправляться, соответственно, уже на утилизацию на мусоросжигательные заводы. Ну и, безусловно, будет некий процент захоронения, хотя, скажем, вот здесь в Татарстане наша цель и цель этой программы – добиться захоронения нулевого, так как это есть на сегодняшний день в Швейцарии. В Швейцарии нет ни одного препона ТПО, значит, весь мусор, часть его утилизируется на вторичную переработку, а часть его утилизируется, соответственно, мусоросжигательных заводов, которых, кстати говоря, в Швейцарии более 30 штук.